Особое мнение на 101FM Появляются на сайте Можете не только смотреть Слушаться, но и читать Все к вашим услугам Мы слышали из новостей, что депутаты Госдумы Все-таки одобрили в первом чтении Повышение пенсионного возраста Ранее московские коллеги сообщали Что сегодня возле здания Госдумы На охотном ряду проходят одиночные пикеты Которые устраивали представители оппозиционных партий Ну тут надо понимать, что Одиночные пикеты не требуют согласований В общем-то это все в рамках закона Ну и к тому же в Москве, как и в других городах Где проходил чемпионат мира по футболу В течение еще месяца, по-моему, будет действовать запрет На проведение массовых акций По указу президента вы имеете в виду Я не знаю, по-моему, все закончится уже должно Все закончится уже Надо сверяться Давайте на эту тему и поговорим Митинги Митинги так или иначе продолжаются Если посмотреть в новостях По всей стране запланированы еще акции Где граждане собираются выступать Против повышения пенсионного возраста У нас такое масштабное мероприятие прошло в понедельник 16-го числа У памятника Степана Халтурину в сквере Соответствующим Федерация профсоюзов Кировской области И региональное отделение ЛДПР Его провели Скажите, пожалуйста, как удалось договориться С Федерацией профсоюзов? Ну, здесь конкретно переговоры, так сказать Вел Владимир Костин Поэтому о деталях я говорить не буду Руководитель фракции ЛДПР в УЗС Напоминаю, вице-спикер регионального парламента Поэтому мне тут комментировать особо нечего Единственное, что я думаю, что Это не последнее мероприятие, а масштабное, как вы выразились И они будут продолжаться в дальнейшем Потому что вот сейчас в первом чтении закон принят И как мне кажется, и комментировал эту ситуацию Кирилл Игоревич Черкасов, депутат Госдумы У нас ЛДПР от Кировской области И он говорит о том, что, скорее всего, второе-третье чтение будет перенесено на осень Когда уже сейчас поймут действительно накал страстей Когда сейчас эксперты оценят все перспективы Социального взрыва, который вполне может произойти Особенно, когда кончится вот этот ажиотаж А что вы предразумеваете под социальным взрывом? Ну, вот действительно хитрый ход был указом президента Запретить публичные мероприятия в крупных городах Где проходили игры чемпионата по футболу И сейчас этот запрет будет снят Люди, я думаю, что придут в себя и пойдут на митинги Будут очень активно и жестко зачастую сказываться по этим всем вопросам То есть минимум активность возрастет, на ваш взгляд, да? Минимум возрастет Вот эта митинговая активность Да, то, что она точно никуда не спойдет, это факт И то, что изначально не получилось сделать такой взброс Вброс, что закон уже принят Это тоже факт И люди сейчас понимают, что на ситуацию можно влиять Что на решение Государственной Думы можно влиять На решение Совета Федерации можно влиять На решение Владимира Владимировича Путина как президента Который в конечной инстанции подписывает этот документ итоговый Можно влиять И люди с помощью митингов, с помощью пикетов, с помощью публичных мероприятий будут это делать Можно влиять в каком смысле? Есть конкретные примеры уже, когда люди, выходя и проявляя свое недовольство Так или иначе, это сказывалось на решении властей Или пока это на уровне какого-то убеждения от вас Нет, разумеется Что мы повлияем Это в принципе работающий механизм Правда, в некоторые шестеренки этого механизма Местные власти стараются ставить палки Об этом я вот хотел бы еще отдельно остановиться Хорошо запомним И есть примеры, опять же, которые Владимир Костин, председатель фракции ЛДПР, приводил здесь по электричкам Когда по всей стране их отменили, сказали нерентабельно, а потом вернули, когда чуть бам не перекрыли Есть пример закона о полиции, который в первом варианте очень сильно отличается от того, что в итоге было принято Потому что люди действительно были недовольны Там очень много полномочий Он был очень размытым, его конкретизировали После того, как люди стали собирать буквально даже подписи Даже на улице толком не уходили Там, насколько помню, в таком жестком варианте шла речь Да? Да, там была возможность у полицейского, прикрываясь какой-то невнятной служебной необходимостью Открывать огонь Открывать огонь, пользоваться вашим имуществом, проникать к вам в квартиру и так далее То есть это была очень жестокая история Да, кстати, иногда такое происходит сейчас, но хотя бы мы это не узаконили Хотя бы сейчас в том виде, как изначально он был предлагался Этот законопроект не был принят Поэтому сейчас ситуация будет... Все зависит от нашей активности Хорошо помитингуем, конкретно четко выскажемся по этой проблеме Предложим альтернативу Эту альтернативу также будем отстаивать Увидим результат в виде либо минимального какого-то изменения планки Ни сего нового возраста Либо вовсе ее оставят на том же уровне, на каком она есть То есть ЛДПР И Владимир Вольфович Жириновский неоднократно об этом говорил Что мы против И даже, по-моему, все вот сейчас Оппозиционные фракции в Госдуме проголосовали против Законопроекта в том виде Но большинство, все сами знаете у кого И дальше нам остается только сейчас Какие-то грамотные, четкие поправки предлагать Которые поддержат население То есть, ну, как партии А вот, Кирилл, объясните обычным людям, пожалуйста, вот эту связь Ну, выходят люди, протестуют, высказывают свое негодование Повышением пенсионного возраста Но вы говорите, вот, все активнее, все больше людей А как непосредственно власть услышит эти чаяния? Так это же ведь очевидно Может, может, я... Ну, может, это, конечно, только для меня очевидно Просто вы же читаете эти комментарии в интернете Ну, вышли, помпитинговали, ну и чего дальше Поразительные комментарии, на самом деле Забывайте, как устроена демократия Вот я сейчас обращаюсь к тем людям, которые пишут такие комментарии Что это бесполезно и так далее Забывайте, как устроена демократия, это власть народа И как устроена у нас система выборов Да, можно сколько угодно говорить о том, что выборы фальшь О том, что это все там рисуется и так далее Но вы хотя бы раз придите наблюдателям на участок И посмотрите, как все это проходит И проконтролируйте Убедитесь, что если есть какие-то фальсификации То вы можете повлиять на исход выборов На вашем конкретном участке И вполне все инструменты для этого есть Для того, чтобы влиять, выбирать тех депутатов Которые сейчас у нас сидят в местных парламентах Сейчас у нас сидят в Государственной Думе Они сидят там не просто так Они сидят, потому что мы за них проголосовали Или проголосовали те, кто пришел на выборы, вернее сказать Потому что явка на последних президентских выборах Была феноменальная Пришло всего 70% населения Тех, кто имел право проголосовать На местном уровне ходят 20-25% Так и получается, что принимают решения Очень маленькое количество людей Поэтому каждый голос важен Поэтому каждый голос серьезно может повлиять на ситуацию И на самом деле митинги и пикеты Способ напомнить той власти, которая может быть не совсем Оторвалась Оторвалась От народа То есть многие же Вот я вас спрошу Вы живете конкретно в каком-то многоквартирном доме в Кирове Вы знаете своего депутата? Да, знаю прекрасно Депутата Городома я знаю Я могу озвучить даже Это роман «Зяблых. Единая Россия» Часто вы с ним виделись после выборов? Последний раз осенью Ну, в силу того, что Работа журналиста У нас есть выход И мы имеем возможность переголосить И обсудить ту или иную тему Да, процентов 90 опрашиваемых на людей Я очень часто этот вопрос задаю людям Когда встречаюсь с ними на встречах Во дворах А вопрос нет Нет, я не знаю, кто у нас депутат Нет, я не знаю, чем он занимается Вы хотя бы напишите о том, какие законопроекты Вы принимаете, разошлите в эти управляющие компании Повесьте в подъездах Ну, пусть люди знают, что происходит А то они вынуждены узнавать о том, что У них там дом во дворе строится Многоэтажный, многоквартирный Который будет на месте их детской площадки И будет перекрывать им весь свет Только тогда, когда уже обнесли все забором И загнали туда строительную технику Это же непорядок Это должен был депутат вас уведомить О том, что тогда-то будут происходить Публичные слушания О том, что нужно прийти и проголосовать Оставить свое решение относительно этого Да, тоже отдельный вопрос Относительно того, как проходит у нас публичное слушание Просто, Кирилл, да Раз уж мы коснулись этой темы Мне кажется, что людям зачастую неинтересно Кто у них вообще депутат К сожалению, да В том или ином представителе К сожалению, у нас уровень культуры Абсолютный пассив такой Уровень культуры Уровень знаний от того, как работают политические процессы Как они осуществляются у нас Он действительно очень низкий И мы над этим работаем Над тем, чтобы его повышать Над тем, чтобы люди действительно понимали Как вот эти все процессы взаимосвязаны И как они могут через одиночный пикет Через публичное мероприятие Повлиять на мнение депутатов в Государственной Думе Депутат в Государственной Думе Утром откроет сайт Эхо Москвы, допустим Или там какого-нибудь местного издания Посмотрит о том, что на пикет Собралось 15, например, тысяч человек И он, наверное, никогда не проголосует За повышение пенсионного возраста Он понимает, что эти 15 тысяч человек Его порвут, когда он в следующий раз туда приедет Просто морально Если не физически, то морально Вы, наверное, тоже читали, да, Соня Кстати, СМИ сообщает о том, что многие депутаты От Единой России на заседание Госдумы не пришли И журналисты делают вывод Что они, видимо, ну, как-то переживают Мягко говоря, за свое будущее И здесь была такая же ситуация 28 июня Когда принимали законопроект Очень многие единороссы, видимо, совестливые Видимо, среди них такие есть Потому что большинство проголосовало Все-таки за поддержку этой концепции Так называемой пенсионной реформы Они тоже не пришли И сейчас 8 человек прикрываются Ну, в Госдуме вот 8 человек, прям профамильно Не буду перечислять Но прикрываются тем, что якобы заболели Вчера, скорее всего, еще не болели Или там позавчера А сегодня вот у них недомогание Легкое, тяжелое Они уже не могут прийти проголосовать Потому что понимают, что это на года Массовость митингов важный фактор, на ваш взгляд? Конечно Вы ставите задачу здесь Рекотделение ЛДПР собрать Ну, не как там говорится в официальном сообщении Что 500 человек пришли, да, в понедельник Или более 500 5 тысяч собрать, например 10 тысяч Конечно, ставим Ставить в такую задачу И я объясню, как мы этого будем пытаться достигать Давайте только после небольшой паузы Нам сделать нужно перерыв небольшой Кирилл Писный, координатор Кировского рекотделения ЛДПР Особое мнение продолжится очень скоро Особое мнение на 101FM Так, возвращаемся к нашему разговору Итак, я спросил Кирилла по поводу задачи Собрать какое количество человек на митинге Против повышения пенсионного возраста Ну, здесь нет конкретной задачи по количеству Чем больше, тем лучше И пути, которыми вы будете добиваться Да, это вот еще не закончил предыдущую мысль Относительно того, как все-таки мы влияем То есть как пикет этот или любое другое публичное мероприятие Может повлиять на решение депутата То есть здесь действительно мы им напоминаем Когда создаем инфоповод И на самом деле даже, наверное, вы как представитель Средств массовой информации Должны сказать, сколько должно быть человек на мероприятии Чтобы вы о нем написали У меня лично нет такой планки В администрации президента и в МВД Должны сказать, сколько должно быть Средств массовой информации Сколько должно быть участников митинга Обычно официальные структуры занижают Как-то принято считать Конечно Эти данные Конечно, потому что иначе Они ведь тоже так или иначе ведут мониторинг Социальной напряженностью в регионе Иначе к ним будет пристальное внимание То есть они стараются себя уберечь От этого пристального внимания Потому что зачем оно и так вроде все неплохо Тем более, когда у нас действуют такие постановления Как, например, постановление администрации города Кирова Принятое в 2015 году Это вот уже возвращаясь к задачам Это, видимо, ссылаетесь на известное постановление По поводу мест Мест проведения этих массовых? Нет, нет, нет По поводу места я, к сожалению, не взял с собой Но, насколько я знаю, оно противоречит вот этому Насколько понимаю Этому постановлению, которое запрещает Хорошо, поясните О чем речь? У нас федеральный закон устанавливает возможность Для местных органов власти Устанавливать какие-то расстояния От объектов обеспечения Социальной инфраструктуры Медицинских, образовательных учреждений Так вот, у нас этот закон в Кирове Очень интересно написан Не будем даже устанавливаться сейчас на том Насколько он грамотно написан Описали ты его в ОЗС Насколько я понимаю Ну, возможно Это постановление городадминистрации Это постановление, да, городадминистрации Писали либо в Гордуме Либо в ОЗС Но так или иначе тех депутатов сейчас нет Ну, в смысле Это предыдущий созыв был, да Того созыва уже нет И вот сейчас я к чему очень хотел отлучить эту тему Уже уповая на то, что нынешний созыв Он как-то будет благоразумнее И подойдет к этому вопросу иначе, возможно Потому что даже не останавливаясь на том, что он там Какие-то логические конструкции вообще неправильно выстроены И там с точки зрения Я посоветовался просто с юристами С точки зрения вообще написания законов Это все очень печально написано Ну, давайте не побоимся Слово Карева написано Да, более чем Карева Выскажем свое мнение, так скажем И он мало того, что все это так плохо выглядит Так он еще и устанавливает конкретные запреты на проведение митингов И вот именно митингов Там в 250 метров от земельных участков То есть от границ земельных участков То есть не от самого объекта жизнеобеспечения Или социального объекта От границ этого участка Вот я как организатор митинга Я откуда знаю, где у вас там по кадастру заканчивается объект Как мне просто планировать даже это мероприятие То есть организатор, на ваш взгляд, не должен сверяться по Публичной кадастровой карте Где там какие границы И сколько нужно там рулетка Конечно, даже более того Администрация и органы полномоченные Согласовывать публичные мероприятия Он должен вообще Изыскать возможности и средства Чтобы помочь организатору провести это публичное мероприятие Это у нас закрепляется и Конституция Этим законом федеральным О митингах О собраниях митингов Граждане имеют право мирными шествиями, собраниями высказывать Да, мирно, без оружия Основной закон И далее там устанавливается 100 метров от границ, опять же, земельных участков Культурно-просветительских, развлекательных Торгово-развлекательных центров Рынков, культовых организаций А также сооружений, относящихся к указанным объектам То есть даже какое-то сооружение Там отдельное, может быть, стоять просто в поле Памятник там еще какой-то Вот как, кстати, памятник Степану Халтурину Который в парке находится Это тоже сооружение, культурный объект Тоже есть границы Земельного участка, на которых он находится От него тоже запрещено проведение митингов Куда постоянно Ссылаясь на другое какое-то постановление Нас отправляет администрация Вот в этот сквер Вы сейчас откроете властям глаза на эти вещи И они вообще еще куда-нибудь подальше Будут отправлять недовольных А как они и так отправляют недовольных в Коминтерн В Ленгасово В Ленгасово, да То есть здесь, кроме того, есть еще запрет Рядом с образовательными организациями проводить Там учреждениями культуры Спортивных площадок, детских площадок Везде 100-метровая зона от границ Во-первых, если мы возьмем карту даже Если уважаемые чиновники, которые это писали Возьмут карту города Кирова И просто попытаются обвести Циркулем или в интернете Зоны эти И закрасят черным Вот у нас весь Киров почернеет Я думаю, что это ситуация не только для нашего города Но в целом для мегаполисов Вот я как организатор имею право выбрать любую форму публичного мероприятия Если я считаю, что она соответствует целям моего мероприятия Если я считаю, что меня должны увидеть Чтобы я сформировал мнение людей, общественности Средств массовой информации о том Ну, например, о пенсионной реформе То я считаю, что его должно увидеть максимальное количество людей Это касается всех Я считаю, что такое мероприятие нужно проводить на театральной площади О филармонии и так далее И чтобы люди действительно приходили Массово собирались Огромными, тысячными собраниями, митингами Нужно, чтобы люди выступали Нужно, чтобы было кого слушать Нужно, чтобы было чем себя занять на этих мероприятиях А когда нет выступающих на митинге Ну, на пикете, да У нас вообще вся разница пикета и митинга в том Ну, пикета от митинга, как и всех остальных Но пикет это такой молчаливый протест Не молчаливый, говорить можно сколько угодно Ну, с транспарантом, например Другой вопрос Но перед собравшимися никто не выступает Выступает Я всегда выступаю на пикетах Это не то, что даже можно Это обязательно Другой вопрос в том, что Если соберется 200 человек То у меня не хватит связок Чтобы этих людей хватить Чтобы услышали Тем более я, например, хочу Одновременно рядом с дорогой встать Чтобы проезжающий транспорт видел Что мы написали на этих Транспарантах На транспарантах, да Чтобы поддержал нас И вот этого мы лишены Теперь, когда Ну, с 15-го года Когда у нас Это постановление вышло Вступило в силу В то же время Я не понимаю совершенно логику Допустим, театральная площадь Отлично Вот вся разница митинга и пикета В звуковеселивающей аппаратуре Пикет проводить на театральной площади Мы можем А митинг нет То есть мы мешаем шумом Правильно я понимаю? Ну, то есть вот логика единственная То есть разница Ну, раз это указано, видимо, да Это и основной камень преткновения Мы мешаем шумом Но мы видим сцену Огромную возведенную на театральной площади Мы видим даже в будние дни Почти сейчас каждый день Мероприятия С использованием звукоусиливающей аппаратуры Я не понимаю, чем администрация Или организаторы органов власти лучше Такие мероприятия организовывают лучше Чем, допустим, партия ЛДПР Или любая другая партия Или любое другое физическое лицо Гражданин, который хочет высказать свое мнение И, в принципе, здесь даже Даже пленум Верховного суда Давай, там, решение пленума Существует Верховного суда Не так давно вышедшее В свет в конце июня Даже оно предписывает судам Принимать решение В случае отказов В пользу организаторов В случае, если не было Предоставлено альтернативы по месту Вот я сейчас митинг пытался согласовать У филармонии на 21 июля Мне отказали Тоже против повышения пенсионного общества, да? Да, это не последний Мы еще, я надеюсь, что Коммунисты нас пригласят Мы еще с коммунистами придем Отмитингуем Обязательно по этой же день Точно пригласят? Уже есть договоренность? Да, Марина Сергеевна мне по телефону Первый секретарь Кировского горкома Обозначила, что нас ждут Я надеюсь, что там не будет никаких вопросов По ограничению, по атрибутике и так далее То есть, что мы придем Выскажем свое мнение Ну, давайте Единую Россию тоже пригласим Ну, это уже организаторы там коммунисты То есть, я им предлагаю Вообще звать всех, конечно Всех Вне зависимости от партийной И прочих предложений Да, да, да Но мы вот хотим обозначить Свою партийную принадлежность Это важно для нас Обозначить свою позицию И на 21-й мне пришел уже просто отказ В принципе, мне отказать В проведении мероприятий не могут Даже по закону, по федеральному Они могут мне предложить место или время Даже не удосужились подумать над этим Если я говорю о том, что мне нужно провести митинг И целям его соответствует хороший трафик Хорошая транспортная доступность И удобное место в городе, удобная площадка То с какого перепуга вы будете выгонять меня на задворки? Я, ну, что я, зверь какой-то дикий лесной? Или что? Отказ-то пришел, там указано основание Основание вот это вот постановление Вот это вот постановление Ссылка на постановление конкретно Поэтому мы сейчас пойдем в суд По конкретно вот этому отказу То, что он был незаконен Скорее всего Мы можем проиграть этот суд Затем мы будем подавать суд на это постановление Просто немножко другим путем пойдем Это впервые будет такой опыт? Или вы уже и в суд ходили? Не знаю, мне почему-то ссылается, что многие судились Ну, органы власти Были такие прецеденты? Я не знаю, насчет чего они судились Скорее всего По поводу отказов или переносов В суд на это постановление вроде бы никто не подавал Может быть, я чего-то не знаю Я тоже, к сожалению, сейчас не могу подсказать Может быть, я чего-то не знаю Но есть в других регионах Есть положительный опыт отмены Подобного рода постановления Или как минимум То есть вот призываю депутатов Действующих созывов В ЗАГС-собрании, в Горсобрании Задуматься о том, чтобы привести его В соответствии к седеральному закону Ну так вот, я как раз хотел спросить Кирилл, у вас же есть демократические рычаги У вас есть свои представители В городском и в областном парламенте Пусть выходят за инициативой И меняют законодательство Обязательно выйдем Сейчас постараемся что-то Раз так много вопросов там По поводу расстояния и так далее Наша позиция вообще И позиция наших депутатов Что этого постановления Быть не должно в принципе Достаточно федерального закона Он достаточно четко все регулирует А вот это те самые дополнительные Палки в колеса Тем механизмом нашего народного влияния На процессы, которые у нас в стране В городе происходят И когда вот так нам палки в колеса ставят Ну, я считаю, что это, мягко говоря Неконструктивно Понятно, может быть, они с какими-то Несистемщиками борются Еще с кем-то Но, наверное, нужно другими способами Пытаться найти общий язык А обойти закон, кстати Как это часто бывает у нас В Российской Федерации Не пробовали? Вот это постановление? Да, вот это постановление Здесь нет никаких возможностей шансов? Здесь либо вот найти какую-то конкретную точку Где у нас можно проводить митинг Мы, кстати, сейчас заняты Вот этой дуростью Которой, в принципе, наверное, чиновники должны были заниматься Когда вот это постановление принимали Мы сейчас обводим на карте Где у нас свободные зоны есть Вообще, где можно провести митинг Вот эту точку Выложите в интернете Да, дорисуем Дорисуем, выложим Вот эту конкретную точку Если мы найдем Она там будет где-нибудь в центре города Вот таким образом мы можем попробовать Обойти это постановление Ну, простите, не сносить же Социально важные объекты Для того, чтобы там Проще постановление снести Границы с блюсти Кирилл Песный Координатор Кировского регионального отделения ЛДПР У нас подошло время рекламной паузы Скоро продолжим Продолжаем нашу беседу Координатор Кировского регионального отделения ЛДПР Кирилл Песный Сегодня высказывает свое мнение Особое мнение И накануне была новость О том, что Кирилл вместе с коллегой По партии Подали документы в Кировскую городскую думу На довыборы Документы приняты И в нашем разговоре до начала программы Вы сказали, что если все хорошо Если все нормально То на следующей неделе будет уже решаться Регистрировать вас Или не регистрировать В качестве кандидата В депутаты городского парламента Зачем вам это, Кирилл? Что, баллотироваться? Да, да Вот я простой такой вопрос Понятный Зачем вам это все? Чтобы победить Депутатство Чтобы победить, да Во-первых, чтобы взять мандат А во-вторых Ну, как следствие Вопрос-то в этом Что мандат зачем Ну, чтобы показать как надо Я уже задавал вопрос Относительно того Знаете ли вы своего депутата городского Как вы с ним взаимодействуете И так далее Я считаю то, что здесь как раз Вот механизм демократический Он нарушен И депутаты Как правило Которые избираются Они так или иначе Преимущественно Имеют собственное дело Ну, зарплату же не платят Депутатам в городской думе В ЗАГСО Ну, в основном Большинству Председателю платят Заместителям платят Ну, большинство все равно Не получает зарплату Поэтому они идут туда В основном с интересами Лоббировать свой бизнес В той или иной степени, да Причем Или иногда Причем это давно уже не скрывается Как-то вот так Да И Ну, или там Единая Россия Имеет административный ресурс Они там просят Вот Ты директор школы Ты главврач больницы Вы пойдете Будете баллотироваться Ну, исходя из этой логики Вы чьи интересы Собираетесь Лоббировать В случае Вот я пытаюсь Я хочу напомнить Вообще людям Что депутаты Они созданы Для лоббирования Интересов народных И интересов своего избирателя Поэтому если Я баллотируюсь Ну, подал документы И пойду по округу Двенадцатому И ситуация Двенадцатый округ Это Октябрьский район Филейка Там улица Стахановская Кстати, вот улица Стахановская В каком она состоянии Вы имеете Проезжую часть Дорога, проезжая часть Тротуары Все вместе Тротуары Это вообще по всему городу Полный оттаз Это вот иначе не скажешь Ну, скажешь только Это уже нецензурно будет И ситуацию-то Вот там Нужно исправлять Уже давно А дороги в планах ремонта Как не было, так и нет Вернее, может быть, она и была Но ее убрали сейчас Она явно не соответствует требованиям То есть и таких проблем В каждом дворе В каждом доме На каждой детской площадке Масса Здесь просто Люди уже привыкли так жить Почему вот мы Говорим о том Что не понимают Зачем им нужны Эти публичные мероприятия И так далее Во-первых, привыкли Не видели другого, наверное А во-вторых Приучили К такому Социальному заказу То есть Им уже другого-то и не нужно То есть Они депутаты Воспринимают Какого-то человека Который раз в пять лет Придет Отремонтирует им подъезд Покрасит его Там Поставит скамейку Бабушка Еще что-то Этим не депутаты Все-таки занимаются Ура Вот этот ответ Я бы хотел слышать От каждого гражданина С которым я общаюсь Но, к сожалению Именно так Они воспринимают Кандидата Который приходит К ним на встречу А вот мы сделаете Вы мне сделаете это Вы мне сделаете это Я за вас тогда Пойду проголосую Плановая работа Городской бюджет Должен Именно деньги То есть Исполнительная власть Не, ну понятно Что у депутата Деньги на наказы И, насколько я помню Было принято решение Что все они пойдут На ремонт Как раз-таки Татуаров Да-да-да Есть, есть, есть Ну, не знаю По 700 или по 800 тысяч рублей В год на человека На депутата Они есть, действительно Да Но здесь Ключевая, наверное Функция контроля Как раз следить за тем Чтобы у исполнительной власти Бюджетные деньги Тратились Именно так Как должны тратиться И был результат такой Какой он изначально запланирован А у нас он даже К сожалению Запланирован так себе Если мы планируем Ремонт дорог То мы почему-то Всегда забываем Про тротуары И Качество того ремонта Как бы Ну вот меня лично Совершенно не устраивает Это просто освоение Бюджетных средств По всему городу Что касается дорог Миллиарды Больше миллиарда Каждый год идет На дороге И в пустоту Ну, не могу Да, простите Время бежит Не могу Не поинтересоваться Вашим мнением По поводу Нынешнего созыва Городского парламента Осенью будет год Как он работает То, что вы слышите То, что вы видите Выступления В том числе Главы города Председателя Городской думы Вам это все нравится Если уж так просто Спрашивать А что не нравится Что вас не устраивает Я сейчас Не возьмусь Комментировать Какие-то конкретные выступления В целом Складается впечатление Что есть Определенные улучшения Относительно Председателя Относительно Главы Администрации На чем вы основываетесь Вот сравнивая с тем Кто был Сравнивая с тем Кто был Который сейчас Ушел повыше И сравнивая с тем Что было Улучшение В каком плане Хотя бы в плане риторики Хотя бы в плане риторики Сейчас уже Помогают как раз Создавать тот самый Правильный социальный заказ Которому я говорю И включать к хорошему То есть то, что говорится Ближе к народу Ближе к народу Ближе к тому, что нам нужно Совершенно верно И правда дел пока маловато Возможно Потому что У нас малоактивная Городская дума Она действительно малоактивная Но это связано Прежде всего С урезанными полномочиями Предыдущие созывы Они там себе всего Пона урезали Она в принципе-то Как бы не имеет Особо много полномочий Ну И еще постоянно Себя урезает Большинством Ненаросов Чтобы всю власть Максимально сосредоточить В руках Исполнительной ветки Чтобы это все Принималось там И Был такой перекос ЛДПР всегда за конкуренцию Мы всегда говорим Во всем Должна быть конкуренция Во всем Должно быть равноправие Если депутат Будет иметь рычаги давления Возможные рычаги Регулировать процессы Которые Проводит у себя Там Исполнительная власть То Мы Заживем То по-другому Со всем Ну Надо напомнить Что ЛДПР В нашем городском парламенте Представлена Фракция есть соответствующая Четыре человека Там Четыре депутата Ну и кстати Надо сказать Что Ваш коллега Соратник Денис Ерохин Он возглавляет Даже Рабочую Подождите Комиссию Комиссию по транспорту Постоянную Городскую комиссию По транспорту Экологии И так далее И так далее ЖКХ В общем-то Один из ключевых Таких Рабочих органов Ну Для наших К нашим-то депутатам Претензий особо нет Нет Своей будете защищать Просто их Мало Их действительно Очень мало И тот же Денис Ерохин Даже будучи Переполненными Регалиями Когда вы его представляете Он все равно Имеет достаточно мало Возможности Влиять на процесс Поэтому Поэтому Нам нужна Хотя бы Там Такая дума Нужна такая дума Где не будет Большинства У одной партии Вот Тогда партиям Придется договариваться Между собой Тогда В споре Как говорится Будет рождаться истина Тогда Будут действительно Толковые Постановления Приниматься Они такие Как вот В 15-м году Там по Митингам Тогда действительно Будут Будут изменения Положительные Кирилл Прокомментируйте Пожалуйста Ситуацию Вот буквально Свежая информация Ее можно прочитать На сайте Кирова.ру Два представителя Фракции ЛДПР В Гордуме Это Сергей Дроздовский И Денис Елшин Попали в поле Зрения прокуратуры Вот я читаю Соответствующую новость Депутатам простили Что они утаили Бизнес и имущество То есть Речь о чем Прокуратура проверила Декларации Депутатов Кировской Гордумы И там вот В том числе Упомянутые мною депутаты И оказалось Что они раскрыли Не все свои доходы Не указали Часть имущества Или не обозначили Участие в юридических лицах Ну то есть Участие в какой-то Коммерческой компании Прокуратура Простила Это нарушение Ссылаясь на то Что ну Состав у нас Созыв Вернее Гордумы Еще свежий Депутаты возможно Еще не привыкли К своим обязанностям И что нужно Полностью Раскрывать информацию И прокуратура Не стала Ставить вопрос О лишении Депутатских Их полномочий А так-то можно было Вполне Не раскрыли Все Пожалуйста До свидания Ну и к тому же Еще учебу Решили провести По заполнению декларации Вот смотрите Как ваша позиция Все-таки жестко Нужно поступать В этом случае Прокуратура поступила Мудро Я считаю Мудро Да А надо как Жестко Или мудро Все-таки Надо поступать Вы на стороне прокуратуры Я в данном случае Точно на стороне прокуратуры Потому что действительно Есть такое понятие Как умысел Одно дело Когда ты специально Скрываешь Офшорные Там какие-то Свои счета Заграничные Или там На местном уровне Даже Какую-то недвижимость Какой-то бизнес Который На самом деле Ты лоббируешь Это одно А другое дело Когда ты Ну просто Опять же Столкнувшись впервые Действительно С декларациями Такого рода Где нужно указывать Все-все-все-все Имущество Все Все доходы Иногда можно Просто не учесть Такие вещи Например Как зарплата Когда ты получил Декабрьскую зарплату В январе За декабрь Ты ее не учел Ну посчитал По своим Допустим Картам банковским Увидел одну цифру А потом подали информацию Запросили У тебя Эта зарплата Которая фактически Пришла в январе Она была отнесена Я подозреваю Это один из конкретных упреков В адресе депутатов Нет Это я из собственного опыта Привожу пример Но может быть такое Я сам Неоднократно был кандидатом Это со мной было Конкретно со мной Была такая ситуация На моем примере То есть здесь Здесь умысля-то не было Утаить какую-то Часть своей зарплаты Я просто Не совсем Четко Следовал Возможным указаниям Но В итоге Информация-то Появилась Люди об этом узнали И претензии-то Какие-то По ходу Именно конкретно Имеющегося Неуказанного имущества Имеются или нет Ну наверное нет Раз все-таки прокуратура Решила Этот Инцидент Так скажем Сгладить То есть И другое дело Когда Кто-то действительно Там скрывает Свои Коррупционные истории То есть Таким образом Возможно Коррупционные Тогда конечно Прокуратуре Нужно вести Более жесткую работу Вопрос в лоб задам Вам есть что скрывать? Я думаю что нет Потому что Даже вот Зная такой подход Сейчас регистрируюсь Кандидатом У меня там Минимум имущества Минимум счетов Я специально закрываю То есть Не держу банковских карт Каких-то лишних И так далее Чтобы потом Все это было проще Сверить Указать И показать Скрывать нечего Все Ясно Пара минут остается Еще хотелось бы Чтобы вы прокомментировали Одну историю В центре которой Оказалась Гордома И Митрополит Марк Глава Нашей Русско-пролосновной Церкви На Вятке Ну вы прекрасно знаете О чем я говорю Это открытие памятника Царской семье Николаю Второму И В процессе Этого мероприятия Митрополит Эту тему немножко В наших эфирах Вот в частности Депутат УЗС Дмитрий Сергеев Сказал о том Что ну раз Что-то не устраивает РПЦ То пусть тогда Постараются Своего депутата Что ли Вот как-то Недозволительно Дмитрия Сергееву Говорить То есть он что Приглашает В советское государство Вмешаться Религиозные Организации Не ну пусть Пусть батюшка Какой-то Баллотируется Или он Не депутатов Не слышит Он же будет Говорить Не за РПЦ Ну он что Получается Не депутатов Не слышит Он же такой же Избиратель Такой же гражданин Этот Митрополит И все Церковнослужащие Кстати интересно Митрополит Голосует Вообще ходит Я думаю что да Надеюсь что да Потому что Это наверное Чуть менее Но тоже Святая обязанность Вот будучи Вот если бы вы были Депутатом Гордумы Вам бы приятно Или неприятно Было услышать В свой адрес Такой упрек Что вы Кирилл Революционер Вот нам РПЦ Не позволили Такое святое дело Существить Я не понимаю Это на свой счет А вообще бы не принимали Конечно Потому что Ну Здесь понятно Это негодование 100 лет Во-первых Повод очень замечательный Буквально с 16 17 июля Столетие было Да Столетие расстрела И Повод-то как бы Достаточно серьезный И Установку памятников Мы делали Ну Епархия Существляла не за свой счет Не за счет Бюджетных денег Подождите Я главный вопрос Не выяснил Может быть вы за Как раз таки Я не против Точно На набережной Грино Я даже Пожалуй Пожалуй даже я бы это решение Поддержал Все теперь понятно Ну это мое субъективное Ну я понимаю Это ваше особое Я здесь не отражаю Я не опрашивал там Возможных избирателей Не-не-не Можете не опрашиваться Это вот исключительно Моя позиция Что я точно не против И Возможно Митрополит здесь Обеспокоен Этим решением И разгневан На него И в связи с этим Связаны Все люди Ничего страшного В этом нет И Ничего категоричного Возможно Возможно 30 секунд Прежде чем Прежде чем Принимать какое-то решение О том Чтобы потратить деньги На этот памятник Нужно было с депутатами Согласовать его То есть Позиция митрополита Здесь тоже не очень ясна Спасибо Кирилл Писный Координатор Кировского Регионального отделения ЛДПР Время наше истекло Всего доброго До свидания До свидания Спасибо Особое мнение На 101FM